но и нет видно потому что вам дают мах так нам дают мах этим надо что то делать сложная тактика ребят тем временем мне почему то сломалось мышку это пришло несерьезно у меня работает тачпат но что в честь у меня смешка нет метро сломать может быть батарейки сели просто давай последовательно ведет ну что случилось с твоей мыши приступаем к задачке нам сейчас реально мат дадут задачка будет очень сложная потому что мы должны какими-то единственными ходами избегать мат и не факт что это вообще возможно как то я с тобой согласен не очень выглядит не очень если мы сейчас ничего не берем то нам дают мат в материальном равенстве правильно то есть мы должны либо ладят и 5 играть так мы за что за что страдаем в настоящий момент у нас на доске личная пешка сильно да но мы можем съесть фигуру так просто один год съесть фигуру или мы можем сначала съесть эту фигуру потом съесть эту фигуру давай расскажем зрителям о разнице ну давай мне кто-нибудь рассказал бы разницы я был бы доволен так ну разница в том что один из этих одного игрого другое нет пока не могу понять о чем о чем община речь из общих соображений сладко конечно вы выберете не смысл чтобы избавиться от всех вариантов от этих спикер шахов е7 с другой стороны конкретно слон бюджи 5 е7 меня смущает не очень сильно потому что черные по сладьёй на д5 выработ и останутся с большим материальным перевесом на слон бюджи 5 меня смущают другие ходы в частности ферзь h5 почему или ладья ж3 или ферзь g4 что она смущает все ходы в этой позиции она очень опасна за черных но я бы не хотел такой позиции черными да я тоже даже сам объективно и выиграла зато мы можем точно сказать что видимо как то черные отбиваются наверху начнете кризис не был я даже посчитать пока ничего не могу не знаю почему как то все так стоит но настолько и я все что в ничто не считаю везде какой то мат нам получается так ну давай как ну вот у нас два хода кандидата с этого начнём да три есть еще ход кандидат ладья пиде 5 это какой то корявенький ход корявенький по идее от коняна по 4 толку никакого конечно вообще никакого наверное у нас два серьезных хода кандидата конь д5 и слон же 5 так ну так ну нет вообще все плода приступать к чему не пишет или это смотрим на позицию ничего не то есть так и молния женщины ничего не могу найти везде где то нам отдает как прямо белые такие активные и черных даже фигур не такого сухого короля даже близко это печально не согласен согласно хорошо давай проверять давай начнем с хода слон же 5 слон же 5 что хотят белые е7 мы предварительно отмели из-за ладья d5 cd ладья е7 и cd там слон бьет е3 и у нас много лишнего материала без особо атаки у белых е7 отметаем какие ходы остаются остаются ходы и феркз h5 ход одержит и феркз h5 да начнем с феркз h5 как его прогрегать так мы с этим мы взяли на g5 да да получили феркз h5 что делать мы огребем сейчас по моему нет да но феркз h7 ну слон h6 давай слон h6 прогрегать слон h6 ну это как-то давай пока я буду показывать или ты показывай слон джи ну вот эту ничью слон g5 феркз h5 ну как бы феркз h7 грозится где феркз h7 слава h6 мы защищаемся после феркз h8 от мата но белый бьет феркз h6 феркз h6 и ладеев 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 g3 ладеев g3 король f8 единственный ход легальный да и тут на 8 ничья если мы идем на e7 мат если мы идем на g8 там либо ничья либо он повторяет позицию раз и играет e7 если мы убьем ладеев на мат на g8 если мы убьем король e7 нет на слон a6 никита наверно просто ладея g3 возможно но только создали те же самые угрозы и как защищать отказаться от этого нам достаточно увидеть что белому к на 6 ударить ну да отказываемся ладея g3 то надо еще проверять может быть там что-то будет все таки но вряд ли тоже конечно кстати ладея g3 меня не убеждает что младея e6 есть ход зачем? а там слон e6 у нас еще на d8 в конце поместил замечательно в общем этот вариант в какой-то степени говорит нам о том что нафиг вырубать на d5 это уже словно мат во всех вариантах так ну все пришли к тому что нужно вырубать на d5 вопрос чем? вопрос чем? давай ну и посмотрим ладеей выглядит глупо ну фсх5 все равно да вот например потому что фсх5 ну и там как нужно держать на а как держать на а6? нет понятно если а6 пойти то фсх7 как пойти? ну если просто пойти а6 то фсх7 нам мат на g7 просто потому что этого сната еще никто не съел да тут мат если ладея бьет e5 то фсх7 король f8 фсх8 мат еще раз очевидный вариант ладея d5 фсх5 ладея e5 ну и нам просто фсх7 я главную угрозу показываю фсх7 ага фсх8 мат это слон мешает убежать это было легко ладея d5 фсх5 слон g5 а на 5 мат на g7 короче ладея d5 какая то бредовая идея нам сразу дают мат во всех вариантах если мы ничего не сделаем фсх5 мы получим просто стоп давай вырубим конем потому что конь как то придет на f6 в каком то из вариантов да ну понятно же что надо видимо вырубать конем по причине того что все остальные ходы проигрывают в лоб бьем конем как дальше бьем конем что собираются делать белые в ответ бить коня нет либо бить коня либо 5 фсх5 играть ну вот фсх5 ну конь в 6 тогда просто просто так ли это просто аааа слоны в 6 слоны в 6 а тогда там мат или не мат фсх подожди а да там мат фсх7 на коваль в 8 е7 шах е7 да тут пипец и как я нашел симпатом что мы должны заблокироваться в украине что делать то скажем такое сочетание зашла следует вывод что проигрывать все ходы я так понял я так понял рейду одно и то стоп 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 у нас все время провисает аж 7 пункт может быть после конь d5 включить ферзь b1 мы даем шах и защищаем на h7 точно ну конь д5 видимо надо бить ну давай побьем ну потому что или нет ну да ферзь h5 я согласен ты очень хороший е предложил конь d5 ферзь h5 ферзь b1 я тут еще не был убежден я думал король h2 но там на король h2 просто ферзь g6 наглухо покупает всю атаку ферзь g6 взяли взяли цд слон g5 мы в конце остались лишние фигуры правда у него много проходных но они по моему не идут никуда все таки по ощущениям то есть давай еще раз вариант вариант ведем конь d5 ферзь h5 ферзь b1 король h2 ферзь g6 ферзь g6 ферзь g6 ну все защитили ну да взяли взяли cd стоп он бьет мы бьем g6 мы бьем cd и коня а конь зависает в конце вариант это лишняя фигура по-моему у него 5 проходных ну не 5 стоп там же качество еще мы же на f4 f4 там две проходные но видимо мы отобьемся хорошо это не может не радовать ну хоть что-то появилось то есть ферзь h5 не работает ферзь h5 не работает да значит на конь d5 надо играть по-другому надо играть cd видимо на конь d5 cd только а теперь какие создали мы же мы не можем взять на g5 мы можем взять на g5 получим видимо опять же если ферзь h5 то мы этим маневром возвращаемся в защиту поэтому видим аладья g3 ну как-то у нас давит он ну ферзь b1 ферзь f5 нет там мы отобьемся ферзь b1 да и ферзь f5 вот этот ферзь b1 ключевой ресурс конечно сильно че еще ну сложная позиция мне кажется здесь придется нам все-таки исходить из того что ладья d5 нам мат слон g5 нам мат и делать любой угол после которого нам нет мата ладья d5 да так тут побежит ферзь f5 цыгра на ней было придется думать думать придется потому что у нас два хода кандидата на самом деле можем взять коня можем пойти ферзь b1 вот нужно понять какой из них выигрывать да давай сначала посчитаем с принципиальной со взятым конем ну идея ферзь ферзь если честно почему не оба не выигрывают но хорошо ладно ферзь 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 а а да нет а там тоже повышен а чё делать то скажем но если надо играть там салжи 5 и перечислить предложил да но все это один да так еще раз он же 5 и же 4 и ферзь b1 ферзь g4, ферзь b1 Король, ну, на g2 или на h2? h2, наверное Предположим, на h2 Что делать? Ну, ферзь возвращается, как в том варианте На g6 У нас взяли слона С кем? Ферзь он g4 Видишь, он еще и про горизонтали работает Стоп, взяли Так у нас ферзь на g6 Взяли вот этого слона, на a4 А, на a4 Да, мы взяли ладью, у нас взяли ладью У нас лишнее качество, но у белых сильная атака Любопытно Какой-то Не очень Ну, у нас как-то, знаешь, разгрузились фигуры Сейчас вот если представить, что нам дать еще один темп Мы поставим ладью на f Куда-нибудь перекинем ферзь, дадим мат Ладно, суть позиции Мы отвлекаемся от сути позиции А суть позиции в том, что мы должны понять Стоп, 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 стоп В какой момент мы даем Еще раз в этом варианте Конь d5 Зад Слон g5 Ферзь g4 Там что у нас? Ферзь b1 Да Король H2 Ферзь, ну, возвращается на g6 Бьем слона на a4 Побили на e3 Fe Так мы же можем взять на e6 А-а-а Ну да Там же связка на d2 ладья виза сайта А, ты прав Согласен Хорошо, это по-прежнему не объясняет нам, почему мы берем на g5 сразу, а не после ферзь b1 Да, согласен Вообще нисколько не объясняет Ферзь b1 сначала Все равно король h2 Слон g5 Я не вижу разницы, ты можешь разницу мне показать? Не, ну, конечно, объективно, вот этот вариант с ходом ферзь b1 и переводом его на g6 мне нравится больше Да, они оба С переводом ферзь b1 и переводом ферзя на g6, понимаешь? Вот в том, как мы должны это исполнять А в качестве такой полуидеи Ну, это именно полуидеи, если честно Ну, у меня был такой момент, что если слон g5, то может быть ладья b2 есть ход Стоп, а в чем идея? Вырубить поле b1 А, вот именно отнимаешь Стоп Так, слон g5 Да И включи Слон g2 сразу И как играть? Не знаю, ферзь a6, ферзь g4 Опасно выглядит Ферзь очень далеко от места событий Как-нибудь нельзя отдать, нельзя тоже не отдашь А почему не отдашь? Например, на ладья b2 Ну, ферзь что? А как? Ну, слон g3 или что? Ладья d5 Еще раз, ладья b2, ладья d5 Да, и на взятие закинуть на d1 И потом взять на b6 Да, но там ладья g3 будет в конце Мы все-таки без ферзя Понятно, что у вас неплохая компенсация, наверное, но Это не выглядит, как выигранная позиция Самое главное... А что, ну это так страшно на ладья g3? Чего? Ну, а6 Еще раз Я не понимаю, ты говори, какой вариант ты говоришь? Ну, так вот этот вариант, где конь d5, cd взяли Ну, по ходам, ты можешь говорить по нотатке? Взяли и не взяли Король там куда-то h2 или g2, без разницы, наверное И вот здесь убьем ладью, и вот на ладья g3 h6 Это все замечательно, почему у нас выиграно? А почему проиграно? Нет, нам надо выиграть, мы без ферзя Я не говорю, что там у нас хорошая компенсация, но Ты эту позицию невозможно оценить издалека человеку Понимаешь, там все висит, я не уверен, что я не думаю, что она выиграна, если честно И, понимаешь, давай сначала с ферзь бандита разберемся Давай Слон g5, ладья b2 выглядит как идея, которая может нам слегка мешать Ферзь b1, король h2 В чем тут проблемы? Слон g5 Какие проблемы вот в этой позиции, я не понимаю Бред какой-то Ферзь b1, король h2, слон g5 Ладья g3 опять, тогда ферзь вернулся Значит, не ладья g3 Может быть, опять ладья b2? Ладья b2 На ферзь g6, ладья b7 Подключились еще с этой стороны Тоже все неубедительно Да, сложная позиция, чувствуется, выгадай, как играть в итоге Какой рейдинг интересна эта задача? Четыреста не меньше Вот знаешь, ключевой момент, наверное, в том, что Нашего Если мы объем уже пять, то вот Ну вот, как ты сказал Нас не пускают на поле b1 Нет, это замечательно, но там ты предложил вариант предоставить, которого черно дают все взять, получается, не пойми что Ты говоришь, что там как-то у черного выиграла почему-то Я не говорю, просто привел вариант Ну так Ты, по-твоему, к чему это вариант приводит? Ладья b2, ладья d5, ладья b6, ладья d1, король даже 2, а b И что в итоге получилось? У нас получилось, что... Сейчас скажу Две, ну лишнее качество белых за пешку Качество белых ферзь За ладью, слона и две пешки Ладью, слона и ферзь, а ладью, слона и две пешки, а то мало Пешки проходные От позиции зависит, такие позиции нельзя оценивать, пересчетом материала Ну так пешки же наши, по линии c и b, они там рвутся Да, но нам мат дают по линии g Там дело не в том, не в обсуждении, а там дело в том, дадут по мат или нет Но, к сожалению, моих способностей не хватает, чтобы понять Чтобы после стон чемпионата, хотя b2 Вот это вот варианты, которые ты предложил Я слон e3, хотя бы 6 Слона e5, хотя бы 6, шаг, а, b Ну а если ферзем отойти куда-нибудь? Я так понял, что твоя идея, что там h4, который я хотел предложить наталкиваться на какую-то Супер-пупер геометрию слон c6 Вроде нет, а что на h4 в этом варианте? А, так они ничего же не грозит, но отошли куда-нибудь слоном Да, там на g7 повиснет А, точно Ну, а, стоп А как играть? Я не знаю, слон g5, а где бы 2 А, а где d5 Ну как-то нужно напасть будет на... А где же 2, а, b, а, dg3, h6 h4, как ходить? Не знаю А, слон c6, наверное Как? Там же, там же мы свою ладью оставляем под боем, нельзя так Что делать? Солн c6, а мы там, это же матом пахнет Каким матом? А, там, а, а, точно, ладья же так точно все вспомнил Солн g5 У меня b2 У меня d5, у меня b6, у меня d1 ушли А, b Эта позиция вообще не выглядит, как выиграна, ни в одном месте Солн c6, там, нет, это не выиграна у черных По-моему, черные там испытывают проблемы На 20 минут нельзя затягивать тактику Можно Можно затягивать ее на час Когда-то мы даже так делали Никто ее не посмотрел в итоге Блин, тяжело Все посмотрели и до сих пор вспоминают Понимаешь? Чувствуешь Да Хорошо, слон g5, значит, наталкивается на какой-то ладья b2 Который лично мне не нравится совершенно Мы там не нашли, по-моему, ничего Ну хорошо, значит, ферзь b1, правильно? Ферзь b1 Король h2 Солн g5 Ладья b2 Что делать? Давай еще раз А, о, кстати, на ладья b2 есть ход Сейчас, нет, ферзь b1 опять ладья b7 Стоп, давай заново Конь d5, cd Ферзь b1 Король h2 Да Солн g5 То есть взяли Да, ладья b2 мне не нравится ход А, ладья b2, ферзь f5 Ферзь f5 Да Ладья b7, слоны f4 Ладья b7 Тогда слоны f4 И мы вышибаем этого слона, который мешался Правда, там все равно взяли-взяли ладья Ладья g3, g6 Вроде отбились там, ладно Там нормально Там d6 Нет, d6 не идет Там все, ладью же брали Да, значит, там нормально Значит, там отбились То есть ферзь b1 Так, отбились-то не выиграли? У нас личная фигура, выиграли Кстати, отбились Проблема в том, что на ферзь b1 В беду еще король g2 могут пойти Чтобы не подставляться по этот шаг Опять слон g5 Ладья b2 А тогда, правда, ферзь d1 И на ладья b7 Стоп, а ферзь d1 в каком моменте еще раз? Ферзь b1, король g2 Солн g5, я b2 Ферзь d1 А, вот как Если ладья b7, то мы успеваем на d5 сбить с шагом А если ферзь d1, слон d1, ладья b7 У нас личная фигура Там, конечно, тоже ничего не понятно Понятно Понятно, что ничего не понятно Моя интуиция говорит, что надо играть ферзь b1 все-таки Моя тоже Вариант после слон g5 и жертва какая-то кривая жертва ферзя меня что-то не убеждает Меня тоже Я согласен, давай, ферзь b1 заноси Я пока не вижу там ни одного нормального продолжения Мы же пришли к тому, что Пришли к тому, что Мне это дам исключение, потому что у нас лж5, лдя b2 И мы жертвуем ферзя И после чего мы не понимаем, что происходит Ну я лично не понимаю Ну да, я тоже не понимаю Я просто не могу увидеть, что там дальше на доске Нет, я бы даже вообще не проверял бы Я бы увидел, что мы отдали ему ферзя И мне бы это не понравилось Но Давай, заноси Заноси Никит Прогоди Так, ферзь b1, другие ходы Ладья d1, ферзь e1 явно не работают, что мы сфигурно съедаем Король h2 Слон g5 Ладья b2 Ферзь f5 Ладья f3 еще какой-то есть промежуток дальше Ничего не понятно Далдейственно не надо допускать Зачем я согласился с тобой тактику записывать Записнили Так Ферзь b1, ферзь e2, солн g5 Ладья b2 Да, давайте, это ферзя не пойму А, может быть просто Ферзь g6 как-то И если ладья b7 Если ладья b7, то мы просто вырубаем на e3 Получаем ладья g7 в ответ Отдаем ферзя Слон g7 Мы убьем слона Он бьет нашего слона на e3 Мы бьем на d5 И мы надеемся, что нам нет вечного шаха Хотя, по-моему, он есть Замечательно Е1 ничего не понял Ваен такой Ферзь b1, король h2 Слон g5 Ладья b2 Ферзь g6 Ладья b7 Потому что на ферзь f5 Мне не понравилась ладья f3 Тоже там не уверен, что я ничего не упускаю Ну, хорошо Прибежим ферзь g6 Ладья b7 Взяли на e3 Тут, я не знаю, может еще есть просто тихий ход Ферзь e3 с идеей продолжить Падение на g7 В этом случае может ладья d5 Просто, да Идея в том, что мы просто Ладья g7 Мы отдаем этого ферзя У нас остается ладья Две ладьи и слон за ферзя И у нас король открыт Просто он получает Вечный шах или нет Но все равно Эта отдача ферзя мне нравится больше Чем та, которую ты говорил Про после слона g5 Никит Заноси ферзь b1 Сколько можно? Хорошо Занес Король h2 Теперь нужно брать на g5 Очевидно, надо Подожди, может мы что-то выпускаем? Вот я тебе говорю Вот сейчас знаешь, с чем все закончится? Мы возьмем на g5 И задача 7 пунктов А, ну вот О, стоп Он говорит Он говорит, что Надо снять ферзь b1 А, да Потому что я начал ладья b2 Ты какой вариант имел ввиду? Вот этот ладья Он g5 У тебя b2 Да, и здесь вот У тебя d5? Да, взять на d5 А, ну Да-да-да Сюда и побить на b3 Ой, на b6 Не, ну-ка ты пойду Вариант, потому что ладья g3 А6 Так Я здесь хотел предложить ладья d5 Чё? А, нет, это b все равно Взяли У тебя и так Все защищено Все защищено Чтобы иду в вариант Потому что у нас не хватает ферзя Давай покажем тот вариант с патом В blitz, конечно, я не решил никто А в классику Два человека из 16 С какой вариант с патом? Ой, с ним А варианты после ферзаж 5 Дима мат получаем? Да-да-да Но их очень много Во-первых, мы можем Где ничья? Где ничья? А, ну хорошо Такой вариант с ферзаж 5 С а6 Здесь кирилл говорит, что ладья g3 выигрывает Я склонен с ним согласиться Но, чтобы отмести этот вариант Была достаточно вот этой же Ферзаж 6, жаж Ничья Ладья g3 Наверное, ничья Можно поискать за белых победу То есть ничья достигается вот таким образом Если король е7, то мат на f7 Поэтому надо возвращаться и ничья Но, может быть, белые могут дать какой-то такой шах Ладья ничья А Ну, брать надо Там тоже ничья, наверное Вот я же 7 Тут белые могут разными способами повторять Но выигрыша я не вижу Если бы пешки в 2 не было Был бы такой выигрыш А так, ну вот я не вижу, как выиграть На f7 сюда Слон, который матрует под бом Приходит его решаться На f8 нельзя из-за мата Но на f8, видимо, приходится повторять белым Или так, или другим способом Вот так вот Ну, это было достаточно, чтобы отмести эту идею Ну и также Да, других ходов из-за черных не видно Потому что f7 грозит А если брать на d5 ладьей То... Что мы там думали? Ферзь h5, да? Да, да, да И тут мат Ферзь h5 И, видимо, черные получают мат Во всех вариантах Да... Поэтому... На e6 могут всегда взять белые Ну, черные грозят взять на e6 Ну да, но здесь на c7 какой-то ход На самом деле, еще не очевидно В ладь c8 Да, c8 d6 Согласен, очевидно Надо по-другому отступать слоном Может быть так пойти? В надежде поменяться? Ну, если так, то так В ладь c4 Cd Мы успеваем А, все-все-все-все Вижу Ну, должен брать, брать И, видимо, под пб игры Да Поэтому, видимо, белые должны брать на f6 просто И успевать пешку на d6 поставить Они уже на шестой, но По-моему, черные достаточно надежно тут блокируют Слон содержит Все-таки у нас три проходные на фланге О них нельзя забывать Они пойдут рано или поздно В общем Да, черные тут как-то еле Как выигрывали Поэтому брать Поэтому f5 играть было нельзя Поэтому cd Вот тут последняя ловушка Слон g5 Кирилл предлагал Наверное, все-таки не работает Из-за ладья b2 Все эти ферзя не вызывают на меня доверия Если убрать ферзя на a5 Тут уже белые могут f5 пойти И нету спасительного шаха на b1 Перевода на g6 Поэтому надо играть так сразу На любой отход края просто брать И тут задача оборвалась Немножко рановато, если честно Я не до конца уверен в ценке позиции После ладья g3 Это же, наверное... Ферзь f5 Ферзь f5 Ферзь f5 Ферзь f5... Нет, стоп, подожди Да, не ладья g3 Ладья g2 может хоть смотреть Ну это да Если тут ферзь f6 Ну может быть действительно так надо играть Диабе 7 Слон e3 Взяли 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 Тут слон f4 выигрывает Значит Взяли на e3 Взяли тут Взяли тут Взяли тут Взяли тут Взяли тут Хоть выигрывает у черной или нет Непонятно Я не был уверен, чему тут ни одна наша фигура не напорится на какой-нибудь двойной удар от ферзя Они все как-то разбросаны стоят Может и нет Когда слон c6 станет, будет полная консолидация на самом деле Ну непонятно, может и не выиграют на самом деле Ферзь сит на фигура Может быть тут есть что-то сильнее Есть у тебя идеи? У меня есть идея ролик закончить, начать следующий Хорошо